Всем привет! С вами Галина, но я сегодня буду готовить селёдку под шубой. Праздника у меня никаких нет. Салатик этот я буду готовить просто так, потому что у меня завалялась вот такая селёдочка под шубой в холодильнике. Сразу готовая. Написано селёдочка под шубой. У каждой хозяйки свой способ приготовления селёдки под шубой. У меня он также свой. Я покажу, как это делаю я. Всё это я уберу. Подготовила здесь вот такое блюдо, в котором я буду готовить наш салат. И в первую очередь я буду сейчас нарезать мелко картофель. Да-да, друзья, нарезать. Тереть на тёрку я его не буду. Картофель на шубу, на селёдку под шубой я всегда мелко нарезаю. Вот такими пластинками. Всё по-простому. Канал у меня простой, деревенский. Покажу свой способ приготовления этого салата. Вот так меленько нарезаем. Можно было взять овощерезку. Мне не захотелось. Нарежу всё руками. Вот так меленько. А я себе ещё под праздники купила вот эту селёдочку. Но так и не использовала. Заболела. Так, что делаем? Так, картошечки нарезала. Забрасываем сюда наше блюдо. И нарезаем дальше. Нарезайте, как вы умеете, как вы любите, как вы привыкли. Я нарезаю, как я привыкла. Вот такими пластинками. Потом меленько измельчила. Готовлю, друзья, ужин. На ужин у нас ещё будет жареный картофель. И отварю сосиски. Картошки, конечно же, здесь я отварила лишнее. Но у нас ничего не пропадает. Фунтик съест наш поросёночек. Ну вот так, друзья. Я дальше буду нарезать. А потом покажу, что буду делать дальше. Картошечки я нарезала. Сразу всё сложила в блюдо. Что сейчас я буду делать? Здесь у меня начатый майонез есть. Будем добавлять сюда майонез. Я его использую. Начатая пачка надо использовать. Вот так. Добавляем майонез. Ещё можно добавить немножко. И всё перемешиваем. Первый слой картошка, мелко нарезанная кубиками. И майонез. Всё это я перемешиваю. Чтобы наш салат был посочнее. Ещё немножко добавлю. Мы любим майонез. Чтобы было посочнее, друзья. Тем более, это первый слой. Картошка кубиками. И она должна быть сочной. Вот так как-то сказала. Солить я её не буду. Распределяем вот так. По нашему блюду. По бокам. Как я уже сказала, у каждой хозяйки свой рецепт приготовления селёдки под шубой. У меня он свой. Я делаю вот так. Первый слой. Картошечки побольше. Так. Дальше что буду делать? Дальше, друзья, у нас идёт селёдка. Я сейчас её открою. И будем выкладывать на нашу картошку селёдочку. Ну а теперь выкладываем селёдочку. Посмотрите, какая селёдка. Она уже готова. Написано специально селёдочка под шубу. Мелко нарезанная вместе с маслом. Я вот так буду выкладывать, чтобы попадало сюда и немножко масла. Тогда, друзья, селёдка под шубой получается обалденно вкусная. Вот этой баночки мне как раз хватает на вот это блюдо. Видите, я не отжимаю. Так слегка. Чтобы масло от нашей селёдочки немножко пропитало картошечку. Масло вот это солёное. Почему я не солила картошку? Вот так выкладываем. Видите, какая селёдочка сочная. Конечно, всё масло я туда не выливаю. Обалденно будет вкусно нам с мужем сегодня. Вот эта селёдка обалденно. Это Санта Бремор выпускает. Наша белорусская селёдочка. Вот так. Видите, сколько масла ещё осталось. Это куда-то мне надо отодвинуть. Немножко так вот подмешаю, чтобы сок пропитал нашу картошечку. Он и так пропитает, конечно же. Вот так выкладываем. Ой, посмотрите, какая красота получается. Слюнки так и бегут. Так и бегут. Ну, вот так. Утрамбовали. Можно пальчиком вот так поправить. Пальчик облизнуть. Ммм, как вкусно. Что сейчас буду делать дальше? Немножко промазываем это тоже майонезом. Так, слегка. Чтобы наш салатик был посочнее. Мы так любим. Я так готовлю. Для своей семьи. Вот так. Немножко майонеза сюда. Ой, сколько масла. Так и хочется ложечку взять. Селёдочки вот этой. Вот так. Дальше, что сейчас буду делать? Будем сейчас сюда нарезать лук. Знаете, что хочу сказать? Обычно всегда лук я мариновала. И не могла понять, почему моя шуба очень быстро портилась. А потом поняла, что это всё от маринованного лука. Поэтому в последнее время, последние годы лук на селёдку под шубой я не мариную. Мелко нарезаю. Ну, думаю, лук каждый умеет нарезать, как умеет. Я нарезаю на пластинки, а потом вот так на мелкие кубики. Так как лук я люблю помельче. В любых блюдах. Лук я нарезала. Вот так, мелким кубиком. Две луковицы у меня здесь. Не знаю, вся пойдёт или нет. Забросим всю. Распределяем по селёдке наш лук. Хотите, можете лук замариновать. Я уже, как сказала, я его когда-то мариновала. Но у меня селёдка под шубой, это особенно на праздники. Если вы готовите для себя, конечно же, у вас ничего не испортится. Но на праздники, когда я готовлю селёдку под шубой, мариновый лук, почему-то он у меня всегда портится. Вернее, салат этот. День. И на второй день уже по вкусу как-то непонятно, что получается. Ну, вот так смажу. Так размазываем наш майонез. Каждый слой овощей, друзья, я смазываю майонезом. Так, чтобы получается сочная. Ну, салатик, я имею в виду. Шуба, селёдка под шубой. Разницы нет. К вечеру салатик наш пропитается. Готовлю я на ужин. Вот так смазали. Следующий слой у нас, друзья, будут яйца. Будем нарезать яйца. Яйца я буду нарезать любыми произвольными кубиками, как будет у меня получаться. Тереть на тёрку я не буду. Яйца я всегда нарезаю. Ну, вот такими кубиками. Тереть на тёрку я не буду. 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 вот так нарезала забрасываем наши яйца в блюдо вот так распределю и буду дальше нарезать яйца порезали также смазываем майонезом вот так хорошо размазываем яйца я все сюда забамбурила конечно же лишнее я отварила но куда их девать все сюда вкуснее будет вот так все сейчас смажем и будем натирать морковь морковь я буду натирать на крупную терку вот так аккуратненько ну а теперь будем натирать морковь ну а морковь я буду натирать в мисочку в отдельное блюдо а потом будем выкладывать на наши яйца овощей добавляйте как вы любите сколько вы хотите слои можно менять но картошку друзья я всегда нарезаю когда-то очень давно я картошку всегда терла на крупную терку как делала моя мама всегда по ее рецепту мне никогда не нравилось почему потому что картошка натертая на крупную терку она превращалась в какую-то клейкое месиво в салате и мне никогда не нравилось очень-очень много лет назад я даже не помню где я нашла этот способ приготовления селедки может быть какой-то книжки брошюрки раньше я очень много выписывала различных кулинарных книг брошюрок различных может быть где-то там нашла не помню где и вот картошка нарезается там мелким кубиком и вы знаете один раз я сделала так мне так понравилось очень-очень вкусно получается вкуснее когда картошку трешь на крупную терку наверное достаточно я думаю будет сейчас как морковь выложим на наше блюдо складываем теперь морковь вот так руками поверх яиц если мало будет я потом еще подотру морковь у меня еще осталось падает на стол вот так руками распределяем все ну думаю будет достаточно вот так распределим покрасивее что было пальчики свои не жалейте у кого ногти большие а то сейчас поотращивают эти ногти а делать ничего не хотят готовить не хотят ждут мужей своих что пришли приготовили ужин им не берегите свои ногти кормите своих мужей кормите свою семью ну вот так я распределила что сейчас буду делать майонезом сейчас сюда я руки оботру сразу снова все это майонезом ничего не подсаливаем так как майонез у нас и так соленый видите сколько майонеза пру а все потому что это все все в свой рот мы любим такие салатики чтобы посочнее было чтобы аж по бороде текло как говорят да в рот не попадало для себя же всегда готовишь повкуснее правда же это для костей можно так майонеза можно не ложить пожрут и так а для себя надо побольше майонезика повкуснее сделать вот так размазываем и сейчас будем натирать на крупную терку свекла свеклу друзья последнее это у нас будет свекла ну а теперь будем натирать свеклу у нас осталось еще свекла свеклу я буду натирать друзья в отдельное блюдо водяную мисочку так а для чего я вам потом расскажу натираю на крупную терку свеклу я потерла на крупную терку и что друзья я сейчас буду делать свеклу я буду руками отжимать в отдельную мисочку в отдельную тарелочку для чего это я буду делать когда вы трете свеклу посмотрите я вам сейчас просто покажу ну это для молодежи может кто не знает посмотрите вот сколько здесь сока видите если я ее сейчас выложу всю на тарелочку вернее на наше блюдо на наш на наши овощи и добавлю еще сверху майонеза светла еще пустит свой сок и получится что у нас будет в нашем блюде очень очень много сока и для того чтобы сока было поменьше вот а свекла у нас самый сочный продукт здесь из всех продуктов поэтому свеклу нужно отжимать обязательно отжимайте я это делать буду по простому по деревенске руками вы хотите возьмите марлечку какую-нибудь сито дуршлаг что хотите я же сделаю это за кадром сейчас отожму чтобы вам не показывать свои здесь красные руки все в соку в свекольном отожму а потом покажу что дальше буду делать обязательно отжимайте свеклу ну что ж отжала я свеклу сейчас покажу сколько у меня получилось сока вот представьте о чем я друзья и говорю что всегда отжимайте свеклу видите если бы я свеклу не отжала весь этот сок у меня бы ушел наш салат видите сколько сока наверное один стакан даже больше чем стакан сока я его сейчас отодвину уберу а свеколка у нас вот такая конечно не отжимайте чтобы здесь вообще сока не оставалось ну так чтобы избавиться все равно от лишнего сока свекла должна быть отжата тогда у вас ваши салатики не будут течь ну а теперь выкладываем нашу свеколку поверх моркови это последний слой в нашем салате свекла отжата но сверху я покрою друзья майонезом и свекла наша снова станет сочной поэтому не бойтесь отжимать вот так сейчас распределим кто как делает такой салатик селедку под шубой напишите как вы готовите также готовлю как и я или по-другому в принципе такой салате готовится я думаю у всех одинаково слоями ну может кто-то меняет слои ну вот так сейчас я выложу нашу свеклу поверх нашего салатика смажу майонезом ну и покажу что у нас в итоге получилось ну вот и все наша селедка под шубой готова вот такая она у нас получилась вкусная и красивая готовьте друзья селедку под шубой радуйте своих родных и близких а на этом с вами я буду прощаться спасибо всем за просмотр спасибо что были со мной подписывайтесь на мой канал кто не подписан ставьте лайки и пишите комментарии я всегда всем очень рада до новых встреч до новых вкусняшек на моем канале и всем пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok